всем привет я уже давно знаю этот рецепт и сама частенько его готовлю и подумала что нужно срочно с вами им поделиться это творожные пончики или их еще называют творожные шарики но уж очень они вкусны хрустящие снаружи нежные внутри так что давайте побыстрее начнем главный ингредиент у нас тут это творог нам его понадобится 180 грамм жирность принципе не имеет значения но если что меня 5 процентам творог я беру такой пастообразный если будете брать крупные зернистые тогда лучше перетрить его через сито или пробить погружным блендером также добавляем к нему одно яйцо также понадобится сахар я кладу 2 столовые ложки мне этого вполне хватает пончики получаются не сильно сладкими но мне нравится есть их сахарной пудрой поэтому в самый раз также добавляем сюда щепотку соли и одну чайную ложку ванильного сахара и все хорошенько смешиваем как видите я тут использую обычную вилку нам не понадобится миксер и даже без лопатки можно обойтись получается такая масса теперь будем добавлять сюда муку муки берите примерно 100 120 грамм и добавляйте ее постепенно я также сначала часть просеиваем потом тоже вилкой вмешиваю и если тесто еще такое вязкое и липкое тогда подсыпаю еще если вы решите оставить тесто такой консистенции тогда вас пончики внутри получатся как сырники а чтобы была правильная текстура творожных пончиков нужно добавить еще муку поэтому я просеиваю всю остальную и также добавляю одну чайную ложку разрыхлителя его вообще нужно было еще вначале добавить с мукой но я добавлю сейчас и дальше же руками замешиваю очень мягкое и слегка липкое тесто у меня ушло ровно 120 грамм муки у вас может уйти больше или меньше в зависимости какой возьмите консистенции творог ну что ж тесто готово теперь можно взять любую тарелку или дощечку присыпать и слегка мукой и будем крутить шарики руки тоже слегка припылите мукой чтобы тесто не липло и отщипываем небольшой кусочек теста и скручиваем его шарик делайте их небольшого размера примерно как грецкий орех чтобы они успели пропечься тем более при жарке они еще немного увеличится в объеме и делаем все то же самое пока у вас не закончится тесто у меня примерно с этого количества ингредиентов получается 16 17 шариков в зависимости от их размера удобно что можно приготовить такую небольшую порцию попробовать если понравится сделать уже в два раза больше ну что ж заготовки готовы теперь берем сотейник или небольшую кастрюльку и выливаем туда подсолнечное масло без запаха масло нужно довольно много нужно чтобы шарики прямо плавали там поэтому чтобы расход был как можно меньше лучше взять небольшую емкость для жарки убираем сотейник на плиту и даем маслу хорошо нагреться теперь опускаю масло первый шарик если масло шипит значит оно хорошо нагрелся можно опускать все остальные я много штучек сразу не кладу чтобы им было достаточно места и жарим пончики на среднем огне если у вас будет сильно слабый огонь тогда пончики будут долго подрумяниваться и впитает много масла а если сильно высокий огонь тогда они могут сильно подрумяниться внутри остаться сырыми особенно когда будете жарить вторую порцию там обязательно опустите немного температуру а то масло уже будет сильно горячие пончики прямо очень быстро начнут подрумяниваться жарятся они довольно быстро где-то минут пять когда у них появился такой золотистый цвет вынимаем их и кладем на тарелку застеленные бумажными полотенцами чтобы они впитали весь лишний жир и жарим следующую порцию как видите тут все очень просто и быстро я пока и жарила мы с мужем успели их немножко подъесть поэтому пришлось срочно готовить еще одну порцию и вот честно вам скажу чтобы не соврать у меня ушло замесить тесто и скатать шарики ровно 7 минут поэтому как видите рецепт очень простой готовится все очень быстро и в итоге с двух пачек творога у меня получилась вот такая целая гора ароматных пончиков они получаются с хрустящей корочкой и очень воздушные мягкие внутри очень нежные тающие во рту также по желанию пончики можно посыпать сверху сахарной пудрой и наслаждаться ими у них есть только один минус это то что попробовав их очень сложно остановиться эта гора пончиков уходит буквально за один прием прямо щелкаются как семечки поэтому советую вам готовить побольше ну а я как всегда ссылки на свои остальные соцсети оставлю в описании под этим видео и также желаю вам приятного аппетита и всем пока